Доброй ночи всем любителям игры Mount & Blade 2, с вами канал Мир ММО Игр, это я Dark Rush и сегодня мы продолжим наши необычные приключения в Кальдарии. Почему написано такого прохождения вы не видели, хотя это скорее для тех ребят, кто только попадет на данное выживание по Mount & Blade, которое для меня уже является третьим по счету прохождением. Так вот, мы играем, напомню, без сейвов, то есть, грубо говоря, мы не используем сейвы, если проиграем битву, если там что-то продали неправильно, что-то сделали неправильно, все косяки, которые мы сделаем, все косяки, они останутся на моей совести и никак мы их уже не исправим, потому что сейвов в игре нету. Сейвы используют только для того, чтобы загружать игры, допустим, если был крит-вылет, либо когда мы заканчиваем саму игру. Что мы будем делать? Почему это необычное прохождение? Потому что мы захватываем Кальдарию без войн, то есть, типа, мы не объявляем никому войны, при этом, если нам объявят войну, то это норм. Конечно же, я не хотел запускать стримчанский по такому выживанию, потому что, сами понимаете, наша задача качать торговлю, у меня есть идея, как ее можно качнуть быстрее, но, тем не менее, я сомневался, или стоит это делать, из-за того, что, мне кажется, такой контент не суперски интересный. Но, многие ребята просили, типа, говорили, Димон, запускай, продашь свою тухлую рыбу по всей Кальдарии развезешь, там, типа, зернанок курочком насыпешь, и я думаю, ладно, если есть люди, которые смотрят только контент, вот лично для них мы тогда и сделаем продолжение такого выживания, потому что у вас был выбор, либо завтра уже будут стримы по нормальным играм, либо, как бы, будет стрим там, где мы тухлятину возим по Кальдарии и продаем их всем и вся. Итак, в общем, какой вариант прокачки торговли? Быстрый вариант прокачки, ну, я не уверен, ли он быстрый, но это как идея, это теория, которая на практике не была проверена, зерно по 6, а рыба по 8. Ладно, нет, нет, остановись, ладно, куплю лен хотя бы. Так вот, в чем фишка, как будем поднимать торговлю? То есть, мы раньше просто покупали товары, продавали в одном городе, там, покупали в другом более дешевые товары, и так по кругу, то есть, возили там коней, возили еду и зарабатывали вот на этом маневре. Но теперь мы будем делать иначе. Мы пытаемся сейчас создать караван, именно не наш караван, я так понимаю, задание на караван, а найдем в городе и будем сопровождать караван. Говорят, что за сопровождение караванов получаешь тоже опыт. Я не знаю, как много опыта торговли дает сопровождение каравана, но для начала нам нужно избавиться от стада. У нас слишком большое стадо, и мы медленно двигаемся. А для сопровождения каравана нужна скорость. Поэтому пишет no name. Дима, лично мне все равно, что за игра всегда интересно на вас смотреть. Ну, как бы, знаешь, тоже бы не хотелось кормить вас каким-то говном, которое, которое я считаю не супер приятно, как бы, для просмотра. Поэтому тоже стараюсь выбирать игры, которые более интересные для вас. Рыба по 6? Рыба по 6? Не, ну рыба, по 6. Извините, ребята, на рыбу по 6 нельзя пропустить. Рыба по 6. Это как? Это как вообще рыба по 6 может быть? Это жесть. Да, я понимаю, что вам смешно, что я купил рыбу, от которой отказался давным-давно, но рыба по 6. Вчера было по 3. Нет, не было вчера, не врите, вчера по 3 рыбы не было. Вчера по 3 у меня рыбы покупали, а именно, чтобы не продавали, самая низкая была 7. Брат, почему они продам луки, не нужные стрелы? А потому что мне деньги есть, мне деньги не нужны, а вес у них маленький. Я просто эти луки отдам потом, может, каким-то напарникам, либо... Во-первых, смотрите, в чем разница. Этот лук, во-первых, степной боевой лук, он подходит на лошадях. То есть я могу использовать его на лошадках, вдруг, если я сяду на лошадь, то я возьму степной боевой лук. Пока что у меня лук, типа, наземный. Ну, в том плане, наземный, это когда... Как правильно, пехотный, скажем так, лук. Так вот, я использую пехотный лук и есть для лошади. Э, тут, в сути, для твинка я оставил. Вдруг будет твинк. То же самое с мечом, видите? Это меч для твинка, если у меня будет напарник какой-то, я, может, ему и выкину. Так, ладно, что там с рыбой? Рыба по 11, это хорошо, мы ее купили по 6. Видите, в чем фишка? Рыба нормальная. Зерно по 11, продадим его. Короче, я понял, рыбу по 6 берем, больше рыбу не берем. Так вот. Видите, рыбу сразу продали. Вот я понимаю, это хорошо, когда такая рыба. Оливки по 8. Что за цены? Кальдария, ты поломалась. Такого не должно быть. Так, смотрите, нам сейчас нужно что сделать? В первую очередь, мы сбариваем лошадей. Ребят, царгот повстанцы захватили. Это что, новая? Мне кажется, есть... Я понял, в чем фишка. Пацаны, по всей видимости, чтобы сделать баланс по территориям, Какая была проблема в кальдарии? Всегда выходил сноубол. Ну, что такое сноубол, может, не знают. Те ребята, кто не играют в доту. То есть, сноубол, это, грубо говоря, такая механика, когда, знаете, сначала у тебя с маленьким комок, шарик, какая-то проблема появилась. И потом, со временем, этот шарик скатывается по склону, как снежный ком. И набирает все больше, 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 больше. И становится более огромным. Так вот, в этой кальдарии, так же самое в старых патчах, был сноубол. В том плане, что одна фракция начинает побеждать, и остальные фракции, из-за того, что побеждает одна фракция, они все слабее, все слабее. Побеждающая фракция забирает себе в армию больше лордов. И, короче, камбэк невозможен. Я прям как будто про доты говорю, пацаны. Так вот, камбэк невозможен из-за этого. И тут ли он дешевый? Из-за этого проигрывают. Как бы другие фракции, это как бы неправильно. В итоге, чтобы такой механики сноубола не было, мне кажется, последний патч версии 1.5.6 как раз добавил механику, что если у фракции, допустим, одна фракция захватывает огромные территории, у нее появляются повстанцы. И эти повстанцы отбирают города. А если они отбирают города, это означает, что лорды уходят, возможно, от ботании и в итоге переходят к повстанцам. То есть это означает, что фракция ботании не будет такой сильной. Ну, это только теория, пацаны. Я не знаю, как это в реальности, то есть работает или нет. Но я думаю, что эта механика поможет спасти кальдарю от сноубола. Родина, может, дотан? Ой, знаете, я честно скажу, я в доту сам редко вообще, когда играю. Я в основном играю только с кем-то в доту, потому что, ну, саму не так интересно играть. Тем более я зачастую катаю на саппортах, либо тройках, либо четверках. То есть я на корах не играю. И поэтому... Я не хочу, чтобы мне жопа пригорала из-за того, что... Какой-то чувак, который имеет реальный рейтинг в районе одного или двухк ММР, но он создал новый аккаунт и потом решил покатать на коре, потому что, видите ли, то не его рейтинг реальный, один-два к ММР. Его тиммейты все на дно тащат. Или на мидере, чтобы слил мне катку. У меня потом будет жопа гореть, потому что я саппортил какого-то чувака, который вообще играть не умеет и на коре играет хуже, чем я. То есть... Поэтому я в Дотан не катаю. Я даже больше скажу, почему Дотан сейчас скорее так для фана можно только катать, не более никаких серьезных игр. Потому что в Доте там колоссальная проблема. Я отыграл... Сейчас у меня рейтинг я, конечно, слил, потому что я там, откровенно говоря, впервые в жизни я за последние, наверное, несколько месяцев занимался именно руином. То есть мы убеждали катку, чувак что-то там выпендривался, выпендривался на шкор. Я просто забивал болт играть. То есть в том плане до конца. Ну, типа, если он выпендривается, тем более он еще с друзьями играл. Ну, там несколько болт и каток с друзьями играет, выпендриваются. В итоге я просто забивал болт играть, а со мной играл Саня еще в команде. Он тоже забивал болт играть. У них минус два игрока, и они сливают катку. То есть, потому что играют три на пять. То есть пацаны довольно пендривались, и я руинил катки. В итоге я с четырех ка упал сейчас до три сто там, или сколько у меня. Но, тем не менее, это было весело. Ну, я не хочу просто... Знаете, я даже постремил, на самом деле, руин таким наглецам. Но, с другой стороны, блин, это неправильно руинить катки вообще. Поэтому я такое не показывал. Но, с другой стороны, блин, знаете, это как бы заслужено. Потому что большинство руинов там было реально заслужено. Я это причем делал на основе? У меня и твинков нету. Я вообще считаю, что твинки в доте это зло. Это реально зло. Потому что, как бы, когда у тебя твинка, и калибруете ему аккаунт, это неправильно. То есть, если я руиню, я руиню на основе. Я вообще пытался заруинить, честно говоря, себе ММР до двух тысяч или полторы тысячи. Но, блин, я не знаю, тяжело заруинить на самом деле себе ММР. Вот, еще не говорите. Вот, как именно заруинить? Если вы не специально, типа, руините, а просто играете не на полную силу. А просто, знаете, играете в расслабон. Выходили такие абсурды. Я просто охреневал. То, что я сейчас вижу на 3К, я просто охреневаю. Там пацаны такое чувство, как будто в первый раз в доту играют. Они не знают, как работают скиллы некоторые из них. И, блин. Лучше бы вы разговор про доту не начинали. Потому что... Знаете, это игра, которую ты одновременно и любишь, и ненавидишь. Поэтому... Детан, он такой. Так, есть много плюсов, так есть и много минусов. Так, я забыл, о чем я вообще там разгогольствовал. Давайте сейчас что сделаем в кальдаре. Наверное, надо сбагрить лошадей. Сейчас найдем место, где можно сбагрить лошадей. И после этого возьмем торговую миссию. Ну, то есть, типа, сопроводить караван. Это взгляд с одной стороны, может, с их стороны. Ты вообще... Кто? Нехороший человек? В смысле? Это не с одной стороны взгляд, ребята. Дело в том, что... Прикиньте, ты играешь на саппорте. Молчишь. То есть, ничего не говоришь, да? То есть, вообще, просто играешь. Выполняешь свое задание. А чувак берет тебя на тени и... Ну, то есть, уже там... Мы уже за... Одну сторону сломали. Две стороны остались. Чувак берет на тени и тебя и спецом кидает в противника под тавара. Ты умираешь, а он ржет. Типа, ты ему говоришь, не кидай. Он берет, кидает потом после этого Саню. То же самое под тавар. Ну, мы такие... Ну, окей. Как бы... Хотите поржать, мы тоже поржем. И, типа... Ну, я сказал, типа, еще раз кинешь. Будем в руину. Типа, посмотришь, что будет. Он еще там кинул, типа, спецом Саню. Мы взяли и заруинили. Ну, как заруинили. Мы просто пошли... Саня пошел в лес фармить, а я там пошел себе заниматься. Тоже разные методы тестировать, как работают скиллы на лесных крипах. В итоге пять врагов камбэкнули. И... Наша троица бравых метателей камней на тени Айрлайн проиграли катку. И там были другие такие же катки. Но часто я сначала узнаю, или чуваки играют вместе. Если там играет 3 плюс 2, то я вообще не боюсь руинить. Один закосячил руиню всем. Ну, в том плане, чтобы... Скажем, чтобы не было кайфно хотя бы. Чтобы не обидно было саппортить. А если на самом деле... Как бы чуваки по одиночке играют, а хоть один придурок. То я зачастую не руиню вообще, потому что... Ну, какой смысл? Будут нормальные чуваки страдать из-за того, что какой-то есть там кретин. Среди них. Как бы рандомных... Причем рандомный чел. Так. Ну, я все даю чувакам шанс. Как бы это... На камбэк. Пару раз прикалывался, что чуваки... Типа, чувак, что нагнал, нагнал, я его обучал манерам. Говорю, типа, вот нормально, ты нагнал на меня, теперь извинись, и тогда будем нормально играть. А он не хотел. Мы заруинили. Другой чувак извинился, и все закончилось нормально. Я прям как чечелец какой-то. Извинись. Не, ну, скажу честно, я вот удовольствие от этих каток с руином получал больше, чем от нормальных каток, где ты потеешь. Вот, серьезно. Потому что там, где ты потеешь, как бы на саппорте там говно разрываешься, а потом какой-то еще недовольный чувак что-то тебе там тявкает. Это обидно. Это при том, что у тебя кэда на аккаунте, на саппортах, больше, чем у него на куре. И при этом ты не фармишь. Так, давайте продадим все товары. Говорят, в чем прикол игры? Гулять, торговать? А прикол игры, проектирую, а в чем прикол стратегии? Сидеть, строить армии, как бы, или пускать ракеты в той же цивилизации пятой, побеждать. В чем прикол майнкрафта? Сидеть, строить дом себе? То есть... Прикол, вы хотите захватить кальдарио? Захватить кальдарио без этого, без войны. Я сейчас, ребят, пытаюсь от стада избавиться. Стада меня замедляет. Мне нужно каким-то макаром... Надо, во-первых, лошадей купить. А во-вторых... Не, ряд лошадок продаю, потому что я хочу проверить механику. Одну. Важную. Да, пот в доте не нужен, при кураже, тогда в кайф. Не, на самом деле, вот скажу честно, когда ты потеешь в доте, кайфа довольно-таки мало. То есть, типа... Вот любая потная катка... Мало. Прикольно, когда команда сыгранная играет. То есть, типа, ты потеешь и побеждаешь. Это прикольно. А зачастую, когда ты потеешь, а у тебя там, допустим, половину команды... Не знаю, так, кнопки кидать. У тебя там перефарм у твоей команды на 10 тысяч голды. А при этом... Дороги. Так, продадим... Ой, что-то продал не то. А при этом твой кор, оказывается, биться не умеет. Начинается файт, а он бегает вправо-влево, вправо-влево. А ты думаешь, какого хрена? Что он вообще вытворяет? Так, у меня еда закончилась. А я знаю, что я сделаю. Я мулов забью просто на мясо. И все. Давайте так и сделаем. Смотрите, это хороший вариант. Покупаем... Хотя, блин... Ладно, покупаем мулов. И забиваем их на мясо. Вот, смотрите. И мулов и лошадей. Вот так вот. Так, что мы со скоростью? Есть только груз. Все. Я избавился от всего. Давайте ищем квест. Ищем квест, который... У нас еда есть. И сейчас просто ищем квест, который позволит нам караван провести. Куда надо. Так. Так, давайте квест. Кто же торговый квест даст? Молочные Джамарис соратники, захваченные охотниками за головами. Напали на убежище? Не вариант. Так, в этом городе нет, ребят, торгового квеста. Давайте в Хус Функ поедем. Хусен Функ. Так, а что тут? Ну, в крепости что-то есть. О, а что хочет Зорзика? Зорзика... Просит игрока вылечить молодого члена клана? Секунду, вылечить? Что Аид? Аид, походу, это же... Насколько я понимаю, вылечить. В общем, у него есть, короче, огромный гемблинг. Короче, задолженность. В азартных играх. И кто-то его забрал в заложники. Ой, я не хочу никого снять из заложников. Пошла она. О, мой брат на Джун. Давайте поговорим. Так, давайте с братом поговорим. Что я могу сказать своему брату? К моему отряду, к моему. Ладно, пускай брат будет в моем отряде. Я... Хотя, блин, знаете, с одной стороны, если мой брат умрет... Это же, блин, офигово. Тут режим смерти-то врублен. Давайте, ладно, брательнику отдадим сейчас как раз то, что мы хотели. У нас по воинам как раз 165 воинов. Так, на Джун. Влечь тебе дадим козырные. Лошадку закуем в более лучший доспех. Я доспех все равно не продам по той цене. Дадим тебе каплевидный щит, который хороший. И дадим тебе хороший палаш. Можно вместо твоей дубины дать тебе, допустим, бронебойные стрелы и лук послабее. Вот, вот, все. У меня братанчик с дручным мечом, ну, одноручным точнее, мечом, щитом. Это меч и двуручный, и одноручный. Как он захочет его использовать, так и будет использовать. В общем, она одет. Вот кто спрашивал, зачем мне нужны были дополнительные вещи. Я думаю, вы поняли. Так, донусти... Секундочку. А кузырты забрали донустику. Это хорошо. Донустика была же... Вроде бы западной империи. Так, а что у нас тут? Цены. Ну, степной боевой лук, это ерунда. А шлем 39. С одной стороны, хорошо было бы шлем себе прикупить. С другой стороны, он не топовый. Так, ищем, ребят, сейчас сопровождение. Тоже не вариант. А где квесты на сопровождение? Ни одного квеста на сопровождение каравана нет. Это не прикольно. Какие есть варианты? Давайте, может, вступим все-таки в армию какую-то, подеремся еще и с армией. Ну, просто... Есть колоссальная проблема. Наша задача, которую мы поставили перед собой, она невыполнима без... О, вот. Без этого, без воин. Я стрелотык. Я хотел бы... Помочь вам. Сопровождаем караван. Вот так вот. А мы догоним караван, надеюсь. Нет! Ой, блин. Как я их догоню? Караван, стой! Охренеть! Что вы делаете, караван? Я же вас не догоню. Я их потерял. Бляха-муха! Караван, стой! Я его не догоню. Это хрень полнейшая. Как его найти? Я не знаю, куда он поехал. Блин. Походу, я уже убили. Караван здесь. Ну и куда он поехал? По-раз, по идее. Охренеть! В Зионику они едут. Стой! Где Зионика? Они оторвались от меня очень далеко. Блин, я не успею взял. Ладно. Я знаю, что я точно здесь на пути. Короче, не вариант, ребят, караваны сопровождать. Я не успеваю за ними. Сиронея. Так. Сиронея. Так, нападаем. Большую я армию собрал на сопровождение каравана. Кстати, знаете, что вы не проверили? Сколько мы опыта получим за это? Давайте. Блин, я забыл, я без этого. Без лошади. Так, встать. В строй. Сюда. А знаете, у меня армия вообще такая, ну скажем, хреновая. Я даже не опадаю. О, попал. Диосу два урона. Нифига себе. Это без прокачанного навыка. А! Диосу три урона? Я же умру, блин. Это что за урон такой? Вот, бляха-муха. Да, блин. Зачем я дрался? А что за прикол? Почему я так быстро отъехал? Я откис с двух ударов. Я не умер, надеюсь? Походу, нет. Это что вообще было такое? Прилетело... Их было 30 человек, мне прилетело 90. Наверное, это первая смерть. Но это не смерть, меня вырубили. Я же жив. То есть, меня ранили, короче. Они опали в ногу мне, а не в голову. Так, они говорят, что к нам присоединятся. Давайте возьмем трех разбойников. А, двух надо. Хотя, мы можем рассказаться от новобранца одного. Давайте вот так вот. Они не захотели с нами драться, они сказали, что к нам присоединяться. Воу-воу-воу, что у нас так много? Что-то воинов. А, я даже не могу драться, потому что у меня воинов нет. Ладно, мы ему помогли. Забираем пленных, хотя, опять же, не уверен, или стоит пленных брать. Сейчас будут и пленные, и раненые. А это еще та беда. Так. Так. Поехали. Так, давайте, наверное, сейчас сразу выберем... Они сказали, все равно, да? Я знаю одно, что мы за скоростью не догоним их. Если будет нападение разбойников, мы просто их не догоним. Они быстрее двигаются, чем мы. И мы ничего не сделаем с этим. Видите, они отрываются. То есть... А куда он пришел? Ну куда ты бежишь? Давай, сопровождаю тебя. Блин, фигу, ваши синие воюют с розовыми. Из-за этого... Видите, караван убегает. Я пытаюсь отправить его, не знаю, выйдет или нет. Ладно, идемте за ним пока. Как ты бежишь? Хотя ладно, они правильно идут. Не хватает скорости. То ли может взять всадников, чтобы быстрее ехали. То ли сам лошадь взять. Так, блин, что вы со всеми воюете? Опять гонят мою армию. Отвали от моей армии. Как его спасти? И не спасу никак, походу. Да отвали от моего каравана. Будет напасть на них тогда. Ну все. Кажется, мы приехали. Я, конечно, не пройду. Знаете, что я не посмотрел самое главное? Сколько у меня опыта? 12700, да? Ну и как я сейчас... О, они ушли или они за кем-то гонятся? Они догнали его почти. Я реально не успею. Я нихрена не вижу. Куда они побежали дальше? О! О, так это Сиранея. Что за дела? Офигенно. А ты разве не в Сиранею ехал? Да отвали ты, блин, козлина от него. Блин, не хочу объявлять войну, потому что я провалю задание. Как мне его задержать? Офигенно. А они как? Короче, если он нападет, мы будем защищать тогда. А если он не нападет? Только если он нападет на них. Хотя, не знаю, мы сможем даже напасть. Да он достал этот валет моего... Что с этой игрой не так? Он умирает с него, люди умирают от голода. Они сейчас распадутся из-за этого. Давай, убеги, караван. Отвали от моего каравана. Что ты хочешь от него там? О! Я получил два обаяния, кстати. А... Чего, блин? Я сопроводил караван и получил два обаяния? Окей. Это странно. Это мега странно. Ладно. Кхм-кхм. Да я даже не знаю, на самом деле, Чего, блин, придумать. Ну, в том плане, что какая-то дичь происходит. То есть, торговля качается только продажей товаров по чесноку и все. Хотя ладно, приоденем нашего бойца. Нашего напарника. Хоть что-то. Потому что мы ему доспехи-то не дали. Мы ему зачастую подогнали только эти. Ммм... Платы для лошадей. И... Плечи. Это все. Сейчас продадим все оружие. Тут всякие щиты и прочее, прочее. О-о-о-о-о-о-о! Так, ты мне лук, пожалуйста, отдай. Где мой лук? Так, вот он мне лук отдал. Не, его нечаянно продал. Не туда, куда надо. Ладно. Тогда какие варианты вообще у нас есть в этой ситуации? Только торговать товарами тогда? Может, мы и караваны сопровождать? Так, а ну, посчитаем внимательно описание навыка торговли. Знакомство с наиболее распространенными товарами. Покупайте... Получайте прибыль от торговли. Сопровождайте караваны. Как это работает? Не знаю, как сопровождать караваны. Что-то я делать. Опять бегать торговать. Ну, такое себе занятие. Давайте подумаем. Альтернативы. То есть, караван сопровождать я не смог. Ну, точнее, я его провел, но это мне ничего не дало. Вообще ничего не дало. По торговле мне еще нужно 80 очков торговли, чтобы открыть супернавык. Мы можем, конечно, вступить в чью-то армию, нам объявят военную, и мы будем воевать тогда по пути. Ладно. Я предлагаю присоединиться к фракции кузаитов. Давайте так. Кузаиты просто дело в том, что они... Я буду наемником у кузаитов. Сейчас ищем лорда кузаитов и вступаем в армию кузаитов временно. Шок биться, потому что я понимаю, что многим неинтересно, что я не сражаюсь, что было разнообразие, я буду товары возить. Хотя, чувствую, меня сейчас изнасилуют. Родима покошмар бандитов. Так, а смысл? У них шансов нету против меня. Нету бандитов, чтобы были армии, там, допустим, кочевые бандиты, 100 человек воинов. Максимум 20 человек. Смысл мне нападать армию в 150 человек на 20 бандитов. О! Блин. Смотрите, что есть варианты. Я могу вступить на службу манчуга, либо я могу... Либо я могу вступить на службу этому чуваку. Так, хотя вот у него купим лошадок и корову за 3000. Но у нас только есть единственная вещь, которая... Это либо стать верным последователем. А как стать наемником? Я не хочу. Ладно. Я стал наемником, пацаны. Я стал наемником. Мне пасит 180 копеек за день службы. 180 копеек за день службы. Точнее, не за день службы, а за убитых врагов. Вот такое. Я даже и не уверен, ребята. Это... Зерно по 7? Не, рыба по 18? Это да. Так... Я сейчас утрогать вообще не смогу. Из-за этого. Так, лучше поклятся верности. Я потом же уйду в службу. Или с Оликом поговорим. Пускай расскажет по пендраик пока. На будущее. Они собирают армию. Мы, конечно, с ними... Давайте с ними в армию пойдем. А я смогу уйти с армии? Давайте подождем, посмотрим. У меня даже влияние есть. Давайте, пацаны. Быстрее, быстрее, быстрее. А почему так долго? Так, мы погнали в армию. Сейчас мы в плен попадем. В первый же плен попадем. Я больше не буду ходить с армией. О! Навык разведка на 25 апнулась. Это хорошо. Бонусы. 2% скорости бега в дневное время. Увеличиваю днем видимость. Либо опять же на скорости бега в ночное время. Блин, 2 дневное, 5 ночное. Лучше дневное. Давайте, потому что дневное... На нового раза 2 доль, что-то и в 3 идет, чем ночное. А что у нас влияние уходит? То есть мы теряем влияние, потому что у нас контракт. Так, ладно, если у нас контракт, а что мы умеем сделать в королевстве? Давайте посмотрим, что мы можем сделать. Я могу, типа, какой-то замок забрать, может, у них, а потом отсадить... О! Я придумал. И закончится еда. Они... У меня есть гениальный план, как раз в замок. Пам-пам-пам. У вас еда заканчивается. А у меня есть много еды. И еще я коней нарублю. Конятины поедим. У меня есть один гениальный план, как забрать замок. Просто мега-гениальный. Я никогда не буду делать, но я наемник. При этом я наемник-крыска. Который отожмет. Так, пацаны, давайте голодайте, голодайте. Быстрее. Че так мало еды, кстати, вы жрете? У вас еды слишком мало расходуются. В армии потребляют еду 52. Вы еще издеваетесь? У меня... Моя армия минус 9. Давайте, голодайте. Я вам дам еды. Мне кажется, армия распьется раньше. Мы на Ротая идем, пацаны. Мы на Ботанию идем. Ой, а это не опасно, если я проиграю бой? Я не хочу проигрывать бой. А если меня убьют в армии? Так, давайте горных бандитов всех заберем. И одного разбойника. Сейвится, конечно, бессмысленно. Мы играем без сейвов. То есть, типа, только если будет какая-то ошибка. Буду валиться, если мы проиграем в битву, что как-то нет игра, или мы обойдем в плен. О, я делюсь своим продовольствием с армией. Я получил влияние. Я ведь выделился едой, я получил влияние. Так, 5,1. Они будут моей едой питаться. Они моей едой питаются, да! Они питаются моей едой. Они жрут мою еду. Замы, жрите, не бойтесь. Жрите, не бойтесь. Я делюсь, так и быть, я добрый. Сейчас конятины нарубим. Влияние 11. А в атаку? Погнали в атаку. А, смешные убили, я, честно говоря... Ну, я лучник, кстати. А что мне париться? Знаете? Ну, все, пацаны, в бой. Я встану сейчас на защитку и сниму гадов. Учу вас мастерству стрельбы. Так, что-то лучника вообще не видно. Вражеских. А, куда стрелять? Мне что, и врагов не вижу. А, выше чуть брать. Что-то я не понял, я выше забрал. На, ближе под камнем, под камень подойти. Опа. Попал 24 урона. Не опал. Они убежали. Выше чуть надо брать. Да ладно. Еще бы, знаете, это я впадаю или нет. Перелетела. Не долетела, в забор ударилась. Вот так вот это впадание будет. Да, блин, косо. Попал. 20 урона. Что так слабо? Я еще не понимаю. У меня чуть ли не топовый ух. Кто ли я слабак? Ладно. Эти ближе подойдем. Но не убьют же меня. Не убьют. То есть, что-то стрелы какие-то свистят. Так, давайте. Ладно. Тут не пробить. Блин, ну это тяжело на самом деле, опасть так. А, выше брать. Выше еще надо брать. Да ладно, не попал. Да вы что? Короче, это не мое. Ой, я вижу тебя, мужик. Выше. Я говорю, лучник. Как кривее. Давай же. Ниже. Они уже... Да блин, не уходи, мужик. Дай попасть у тебя. Мне навык нужно качнуть. Нагнулся. Зараза. 15 урона. Вот кто говорил там луки использовать для осады. Вот видите, сами какой урон. У луков. Так, одного убил. Да они убегают. 9 стрел осталось. Я, конечно, стрелы могу поднимать вражески, это не проблема. На самом деле. Не понял, куда ушло все. А, на тебя ближе подойдем. Так, стрелы есть на земле? Какие-то лишние? Рад это полосник. Я знаю. Да как я не напал? Я что-то не понял, но ладно. А, сука! Очень теряем воинов. А мы вообще осаду, осаду пройдем? Что-то одно я не понял. Да, пробивайте. А, ворота пробили. Все, заходим. Выгрываемся в замок. Ага, что там сделал? Я ешь, коротышка, я забыл. Я жгеном самый мелкий. Той. Я с ним... Там, блин, пацаны, вытащите меня. Ладно. Мы зашли в замок. Ну, все, мы в городе. Черт, мне лук не шибко понравился. То, что я видел, так и что урона никакого. Точности никакой. Я, блин, убил одного воина за весь бой. Так, ну все. Мы захватили крепость. Кто хотел экшона? Вот вам экшон. Пошли на осаду. Причем, типа... Я никому войну не объявлял, я просто пошел армией. Даже не я напал. Армия напала, на которой я был. Так, получили, конечно, у нас всего три влияния. То есть, три известности. Это такой бред, три известности. Ну, чтобы вы понимали, почему это бред. Я в день получаю пять известностей. Просто на ровном месте. Пять известностей. А тут мы получили три известности за штурм города. Ну, вы поняли. Насколько это эффективно. Так, я потерял так много воинов. Это обидно. Что-то мой моральный дух упал, кстати, у моей армии. Наверное, из-за того, что я нанимаю разбойников. Эти наймем воинов. Ага, воинов нет. А в трактире? Я продам своих пленных. И куплю себе... Они еду купили, это фигово. А мне нужно влияние. А что минус четыре контракт наемника? Я что-то не понимаю. Эй! Что за развод? Ну все, я потеряю. Мое влияние падает. Ну, я даже не знаю. А, семьсот копейки получаю кстей ежедневно за контракт наемника. Неплохо. Ну, сели на осаду. Странно, у меня что-то растет, она не минусуется. Ладно, у меня еда есть, а еще я поделюсь. А, я так делюсь, я понял. Я из-за того, что делюсь продовольствием. Мои кони. Сладенькие кони. У них лошадок пушают и радуются. Девятнадцать. На самом деле, это будет тяжело. Мне нужно, чтобы забрать замок намного больше влияния. Я столько влияния не подниму в плане наемника. Никак. Я-то ничего не сделаю. Помириться я тоже не могу. Ладно, у меня выбора нет. Вот наш клан. Ну, у нас все очень маленький клан. Очень маленький клан. Что-то я не уверен, что мы так-то долго проживем. Ладно, делимся едой. Я окажу себя как дурак. Делюсь едой, мне это невыгодно на самом деле. То есть, типа, мы теряем строна быстрее, чем получаем. Отступление. Минус пять контракт наемника. А чего он растет? А, не платят мне денег больше. Гоните их! Иго-го! Ну, что вы делаете? У меня уже контракт наемников больше, чем доходы с мастерских. Прикиньте. Может, это из-за влияния так все идет? Мне кажется, это влияние. То есть, типа, а, вот, вклад, влияние, оно периодически конвертируется в динары. То есть, грубо говоря, мой доход растет от того, сколько вклада, влияние я влил в армию. То есть, типа, если я вливаю очень много, мой вклад очень в армию большой, то сейчас я едой снабжаю, грубо говоря. А, ребят, это означает, что они мне будут сейчас бешеную зарплату платить. Они тысячи монет платят, у меня армия стоит дешевле. То есть, я уже не только покрываю свою армию, а еще и зарабатываю сверху. Они влили еще. Отлично, молодцы, ребята. Знаете, что я сделаем? Давайте сейчас я лошадок подщикаю и сделаем сверху, чтобы не вылететь. У меня сейчас дела хорошо идут. Пожрем. Лошадки, извиняйте, мы вас. Чик, 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 чик. Чик. И еда есть. А я не знаю, что они Карину едят. Но я говорю, пацаны, я вам поставляю элитную еду. А это камина, чертова. Так, вырываем время. Я буду сейчас, нас могут разбить, тогда я в тюрьму опаду. Опа! Сейчас, главное, не слиться и не умереть. Вот это будет, потому что я и боялся. Я лошадниками управляю. Уберите лошадниками. Уберите формацию. Уберите лошадник. Впереди! Уберите! Уберите лошадниками. Зачем идти в атаку? Начинается фигня полная. У меня все... Быстрее, пацаны. Встаньте здесь, все, лучники. Начинаем огонь вести. Я такая армия лучником управляю. Мне не дали управления всеми воинами. У них всадников миллиарды. Во, больше ских всадников. А застреливайте их. 27 урона, это что вообще за урон? Я за деревом встану. Как говорится, поцелуй меня в живот. Ниже, ниже, вот-вот-вот-вот, блин. Так. Вот как жесть происходит. Мы побеждаем все еще, причем удачно очень. Мне кажется, я в свою армию стрельнул, но ладно. Никто не заметит, чья стрела, она же не именные стрелы. Ой, блин, что это такое? Ой, я в свою опал. Извиняюсь. Опять в свою опал, да хорэ. Блин, ты хренко выцелишь. Ой, я своего, кажется, убил. О, пацаны, в атаку. Давайте все в атаку. Те не знали, я правильно послал их в атаку? Как вообще биться в это? Вы не блин, когда... Как и лучников стрелять, когда такая... Хаос такой происходит. Убил лошадь. Ой. Ну, пока их рубим, это радует. Жесть. Стрелотык атака. Ну, короче, пока нормально идем, ладно. Не так плохо. Родион цик большой. Бои еще врагов. На самом деле, я, кажется, ни одного своего не убил. Но я убил лошадь. Лошадей непонятно каких-то. Я две лошади убил вроде бы на... В бою. Не спрашиваете. Как? Но мы победили, пацаны. Победа. Понимаешь, такая мощь управления стрелотыком. Да все лучники сделали. Конечно же. Да блин, я пал. Как же тяжело. Ладно, я твой лошадь убью. Я даже ее не убью. Да ну как так-то? Сдохни. Победа. Мы выиграли. Вот тактика норм качается. Ну, потому что мы в армии огромные, поэтому и качается норм. То есть, типа, я наблюдаю, как управляют армиями. Другие лорды, и, по идее, получаю опыт. Потеряли мы не так много. Я сколько потерял воинов. Давайте посмотрим. 48! Я получил 12 обаяние, прикиньте, за это. О, 26 воинов. Я забираю всех себе. Они так-то плохо. Я только что 12 обаяния на равном месте поднял. Прикиньте. 12. Я стал обаяшкой. Это при том, что навык обаяния у меня не максимальный. У меня на шерексе нету. Самое смешное, на улучшение воинов, чтобы делать из них всадников. А мне нужны всадники для скорости передвижения. Блин, лажа. Надо было реально всадников брать. Забираем всех пленных. 32 вклад мой. В эти свистопляски? Надеюсь, мы не проиграем больше. Так, 1080 очков уже платят мне. 1080 монет. Хотя они откуда-то еду еще получили. Опять осада? Ну ладно, я готов на осаду. Делаю совчанский, чтобы не было вылета, потому что мы победили в одном бою. А если вылетит игра, то мы загрузимся. Пока мне нравится, что я еще не опал ни разу в плен. Это очень круто. Так, обаяние. Давайте в обаяние. При первой встрече с лордами есть 10% шанс получить два отношения с ними. Фигня. Полная. Штраф бартера снижается на 15%. Беру. Ваши пехотинцы наносят на 10% больше урона в симуляции против кавалерии. И ваши отряды получают на 25% меньше штрафа по морали, когда используют стену щитов. Короче, формацию, когда используют. Луз форма еще. Ваши пехотинцы получают меньше на 10% урона против лучников в симуляции. Я думаю... Даже не знаю. А, тут на самом деле большой разницы нету. Я беру это против лучников. Пусть-то всадники такое дело, а лучники это напряжно. Погнали. Денег, конечно, капает нехило. Блин, опять битва. Нет, опять битва. Вы, пацаны, что делаете? Мы опять деремся. Это гон. Мне кажется, мы зря так с ботанией сражаемся. Потому что с такими раскладами, если будем ботанию щемить, ботания проиграет. И придется потом мне с кузовитами щемиться. Я убираю лучников. Хотя конные лучники у них жесть. Так, свободный строй. Я хотел сделать прикольный голос лорда, чтобы она прикольно озвучивала. Я сделал просто мерзотнейший голос. Он так, как будто, блин, реально перебухал. Сейчас, собака. Гав. Да. Голос отстойный. Вы быстро бегаете. Я за вами еле плетусь. Да, блин. Знаете, в каких-то фильмах было, когда... В комедиях вроде бы. Когда там бежит толпа людей, типа на сражение или куда-то еще и последний среди них самый жирный к человек последний бежит так вот жирный чувак это я все убежали вот мой навык атлетики это к гавкать могу мы мы подходим мы зря подходим потому что у у него скрепление мы проиграем сколько метров прыгаем с собой опа да убейте же этого года 1 в атаку эти пацаны я не знаю я не знаю на самом деле куда усвести а с не успею довести туда я отправил просто в атаку мне выбора нет я слишком медленно еду я не могу управлять командой когда у меня коня нету блин далеко бежать пацаны стойте мы каждая душем их мы реально душем они как в лес ушли вообще так пацаны выпадающие видите а там они они доходятся в кругу это же а я пол своего манавлеона короче я убью врагов хотя бы и раз опа щит ну ладно это щит ты своего попал свой своему в голову зарядилась лицен ай не тарань меня на лошадке я убил вражеского воина и своему лучнику 28 зарядил 100 урона врагу зарядил а че они ко мне бегут нет что происходит почему попал рака вот а а нет а твари помогите пацаны их двое я бегать не умею он ушел отлично давай киток и слабый думаешь да блин ах напал а черт лошади я опал здесь мы в плен не опадем я очень надеюсь мы это выиграем мы должны выиграть пацаны вы не должны проигрывать будто видно если проиграем покажите выиграли нам и выиграли здесь фух это было тяжело кстати я не знаю как я вообще не понял на самом деле что происходит я управлял армией гораздо лучше они очень плохо управляют армии они послали вперед то есть типа и тут в чем проблема было битва тысячи человек по хрен как они управляют но когда битва 2000 человек выходит что мы пошли в атаку на врага подкрепления врага появляются прям под ними а наши подкрепления в жопе появляются и выходит что ты стоишь на поле боя вроде бы все нормально а потом бац появилась вокруг тебя толпа так ты можешь уходить я заберу этих воинов блин мне уже армии нету пацаны мне всю армию заруинили что за фигня эти лорды поганые всю армию мою убили всю поголовно мясо человек осталось а было было больше ну ладно я медицину качну это тоже как бы неплохо чё жаловаться я качество к такой разнобой а у нас 4 пленных перебор да давайте верно выкинем самых таких слабеньких пленных типа разбойников что-то у меня такой разнобой в плане пленных ладно давайте заберем самых элит тут все такие элитные ладно я беру всех кто сбежит так пускай сбегает чё париться на похрен оксана вообще всех забрать тут еще был чемпион о броник не какашка мы лучше ладно давайте отдохнем посмотрим если научишься на мой армия уйду с армии чего делаете пацаны может лучше уйдете я сбегу если будет час нападение большое я не хочу умирать все таки битвы заканчиваются очень плохо радио поставь роль медик мне не надо роли меди медика пока и скалины покормлю людей они мне дадут влияние а вот еще фишка то есть опять меньше стал денег получать блин так это несправедливо я я-то думал что влияние как бы отдается блин это вообще не выгодно это вообще не выгодно то есть и по чем больше вас влияние тем больше вы получаете денег но тем больше он она минусуются и это полный косяк то есть она войну объявили так давайте посмотрим что я за навык качнул навык медицина я лучше возможно скорость бега на хендап холсы лучше быстрее бегать так камера подальше отведу потому что минут надо видеть что происходит на поле боя чтобы мне враги не подошли ой были и 100 хрень подъедет нам я убегу я не буду лица в армии у них больше воинов да вы идете только не на бой так смотрим что у нас еще происходит пока что на торговлю конечно мы не качнули в этом маневре но мы зато качнули обаяния я бы еще разветка сейчас попал немного обаяния потом тоже отнемчить ну обаяния качается с одной стороны тоже хорошо для будущего но то что хреново это реально то что нас нас могут напасть сейчас мы пытаемся пикотрею забрать даже делают наш глава это идиот какой-то садится убегает садится убегает окна я пока делюсь едой блин блин что делать его бегу наверное я не какая скорость у армии у меня скорость 3 0 на то армии моя воде скорость даже не моя скорость до черта я убегу если они нападут учение убегаете не пацаны сорян боя ухожу полет этого еще враг им капец смотрите вот почему я ушел я не пойду эту драку валим отсюда на хрен это сумасшедшие черт они проверяют бой это факт это факт так что касается армии давайте посмотрим вообще по королевствам с ними воюет почти все смотрите у них война со всеми но не отобрали тоже что у нас читал на не опаснее не по такой поезд ать война здесь на имел и тебя получила лидерство еще продать так много нес и я не хочу в плен попасть пацаны вот чем я суп лена это же вам не прошлая серия где ой блин как бы не справились я не уверен что мы там выиграем в прошлый раз бой или выиграли если бы я командовал к армии я бы не побоялся я бы подрался там мы бы выиграли тут бой а куда я в амаре в амаре куда я приехал на их территорию я хамуха я чё придурок куда я вообще еду так у нас есть юрик которая драка идет наши по ходу там проиграли бой нанимаем всех как мне пройти вот сюда блин это я не смогу пройти через мне все же армии придется идти которое там было на лучше скорости не буду идти чтоб не опасть в плен надо осторожно конечно у меня много новобранцев я качнул атлетику на 50 у меня есть два варианта когда вы идете пешком ваше владение оружием увеличивается на 10 прехотинцы в вашем построении получают 10 к управляемости уменьшите вес брони на 30 пехот пехотные войска третьего уровня вашего формирования получают 10 скорости передвижения как узнать насколько мне вес я теряю за скоростью скорость бега 3 процента я просто не знаю какая потеря скорости и завеса давайте подумаем посмотрим и насколько она замедлит как я узнаю короче я не знаю ребят скорость бега моего ладно вес или или а 10 а владение оружием увеличивается конечно же наверное на 10 процентов причем одной стороны я был их офигенно стрелять слуга даже не знаю это прикольная тема тут что у арбалета это не то а прикиньте арбалеты прокачивают урон от бомбардировки черт ладно давайте наверно выберем все таки все таки наверно уменьшение вес брони потому что это скорость по факту нахрен на урон урон плевать нам надо скорость что была хорошая делаем севчанские погнали блин не хочу умирать эти раз доги стайл подержан 500 рублей так увлекся игрой что даже не заметил спасибо тебе огромное доги стайл за поддержку на 500 рублей а мы потопы ничего даже доги стайл не написал армия феникан значит с одной стороны если бы я остался может мы бы и выиграли ну ладно поздно думать что бы случилось если я остался я уже ушел пусть то на самом деле мне главное чтобы ботания не разрослась при этом нельзя же про то разрослись и кузаиты мне нужно чтобы было среднее все караваны грабить не будем мне не до караванов мне на самом деле на нашу так что с армии наберем мне главное чтобы просто королевство стояли на месте не росли сильно удар от чек не верблюдах навык повеза интересно чем дает повеза террор арбалетная охрана повеза щит на спине имеет 77 шанс полностью остановить дальний урон ни хрена си а у меня на спине кстати повеза знаете с одной стороны повеза прикольный перк но это арбалетный перк то есть мне до него качаться и качаться еще на плане нужно ловов 10 потому что смотрите знаете просто грубо почитаем я сейчас скачиваю 5 ловов 1 обаяния 4 разведка разведка это скорость передвижения то есть видите радиус обнаружения следов максимальное сложности отслеживания уровень отслеживания дальность обнаружения секунду скорость что не влияет на разведку разве база 4.1 я чуть полагал скорость дает не понял что дает скорость что не поняла что дает скорость по передвижения по карте конный маневр скорость лошади максимальная сложность как он на атлетика скорость бега на самом деле разведка дает большую базу не база 41 видите должно быть больше базы ну ладно меча с пленные окей поймал то в санопу с одной стороны деньгами уже не платит видите можно честно было бы уходить с этого армия урунаги а ну посмотрим что в армия большая не нахрен такой армии я биться не буду 30 человек это же второй бой мы потеряемся рискованно участвовать в сражениях где мало людей это не окупается короче понятно как работают ребят из тут мы поняли механику наемника смотрите мы были наемниками да то есть чем больше у нас влияние на руках тем больше денег мы получаем то есть допустим если мы можем там заработать влияние допустим за пару дней около сотни влияния что не за пехота так стой стой что у него и чуть не то нажал он боится меня можно было конечно его разбит на его не догоню у него 5 2 скорость у меня 45 если новобранцев я нанимаю себе в армию ладно еще предлагаете папа мир контракт наемника 400 копеек ну не покрывает он от стражу мы купим наверно я думаю купим нам нужна стража пленных продаем и да даже не уверен ли стоит как бы работать на кого-то потому что вот я посмотрел по деньгам это не шибко приятно я не боюсь еды отдал больше чем получил выгоды от серьезно такое ощущение так назад то есть куча доспехов и броников то есть типа можно оружие продавать это тоже по деньгам не хило так это еще человек 21x подержал на 200 рублей написал а помните те бородатые времена когда вы только начинали играть в блок-н-лод с тех пор все изменилось только к лучшему еще одно предложение снимайте чаще видео вдвоем спасибо человек за поддержку ну как бы старт времена когда мы снимали в окно но это капец какие были старые то еще то ли 14 или 15 год был это одни из первых еще стримов на ютубчики которые были помню а насчет видео вдвоем ребят мы и так снимаем видео вдвоем когда смотрите когда вам свободный есть мы снимаем видео вдвоем если видео снимаю я один или вова один это означает что кто-то из нас занят но часто утром один снимает сам потому что я сплю в это время вечером а вам там типа семейные дела все такое ну и прочее поэтому я вам вечером как бы занят я свободен то есть грубо говоря эти одиночные видео либо снимаются мной либо валаном либо вообще никаких видео не будет это есть как бы альтернатива для тех ну кому заходят там всякие одиночные игры потому что к мы вдвоем мы не снимаем одиночные игры допустим как как вдвоем mountain blade игра одиночная и и никак не покажешь вдвоем потому что даже если есть кто-то мод на кооперативное прохождение такого мода я не видел то есть если был бы мы вы можете показали то есть мультиплеерная версия игры но там не компания там просто так рыба по 7 беру так чё поэтому человек стримы в основном когда мы соло показываем игры заметь мы кооперативные игры редко показываем соло то есть типа такое бывает очень редко ты думаешь почему вчера не было этого да и зи потому что как бы вована не было поэтому я стримил сам так все вроде бы мы все продали я ботанистскую боевую лошадь заблочил 30 на 1000 выручки конечно торговый навык это в ноль пусть мы ничего не получим по торговому навыку потому что торговля так не работает я купил рыбы поеду наверх пока что она также собрать еще армию меня армия не хватает этим правило так ты чё делаешь может наказать этого парня хотя накажем его он лишь не хочется надраться но мне все равно потому что мы на войне я я получу сейчас влияние и плюс кроме влияния я получу еще вещички там еще в городе ни хрена сято моя армия разве неплохо выглядит футмены встать все на счетов так босс что-то понятно они идут или нет не понимаю ничего стрелы закидывают да рамлет бы наверно добил лук не думаю я даже вижу кого болт летит я опал вау я опал вот я понимаю в живот опал скорость была 44 метра в секунду сразу что ли буду я моды ставить на маунт если будут какие-то интересные то почему нет я думаю поставлю давайте щеломаунт классику обкатаем ванилу и конечно веронкой вообще опал в кого-то там из них какая-то мистика короче пацаны идемте все в атаку мне надоело просто ждать этого они полчаса будут там копаться на подойти хотя бы на 100 метров 150 метров у меня ученики у меня не арбалетчики поэтому придется подойти вот 20 метров где футмены футмены еле ползут в таком построении это проблема кстати дальше нацелится 38 урона щит нормально мои мои ученики у зачем и пехота успеет добежать нормально все работаем пока все они бегут добить их добивайте их всех можно такая когда папа мужика на верблюде убейте что серьезно они в снегах на верблюдах бедные верблюда и кого мой верблюд погнали я догоню врага на верблюде нифига себе по вы заработает на верблюде мощно у вас реально пошут ну ладно у тех первых надо добить он мой меч говно полнейшая 40 урона тема что новых не прокачан ладно мы перебили без потери вообще их артер блюда спокойно переносит мороз до минус 20 может я хотел сказать 20 что странно если верблюда спокойно переносит мороз до как ты говоришь минус 20 какого хрена верблюдов нету в северных странах и чуть не видел верблюда в северных странах почему все верблюда находятся в теплом климате кстати я захватила видите у меня военный верблюд да ладно он еще и стоит хорошо военный верблюд может сделать как бы флагманом корабль флагманом моего отряда будет куда на верблюде кататься наверное потому что в северных странах минус 20 туалета да ладно какие северные страны минус 20 туалета у нас если брать территорию россии украины у нас зимы вот но если брать именно вот украину у нас тут зимы редко где-то доходит до минус 10 то есть типа вообще вот это именно если брать наша страна то есть какого хрена то верблюда у нас не вводится если у них нет у них нету проблем с температурами минусовыми у них может и есть как бы переносимость температуры минусовой в течение там не знаю полдня но они наверно не смогут выживать в таком климате на протяжении месяцов на фига ты на курорте живешь ну да ребят мяч с мяч с за окном плюс 5 что-то верблюдов не видно у меня самая низкая температура которая была этой зимой это это было минус не знаю минус 4 минус 5 это была ночь так чё верблюдов и видно как она появится скажите позвоните или прикупить все верблюда так я иду оставлю все напитаемся конятиной гибкая верблюжье седло на теста верблюжье седло наверное вот санда пишет у меня снегу нет от начала зимы живу я кстати во львове ну блин ты рядом со мной поэтому или ты понимаешь о чем я говорю то есть типа я вчера так считай львов находится севернее от черновиц там насколько км 200 то есть тоже нифига нет такого поэтому я и говорю как бы странно если вы разрешили переносят минус 20 демон там кошак или кто ли демон написал что минус 20 они переносят ну что разве только на очень непродолжительное время то есть они там могут перенести такую температуру то в течение там полу дня либо ночь пережить максимум и все а дальше они клеят ласты верблюда же ласты да так погнали вверх я наверно сейчас выхожу от кузаитов потому что мне нужен навык торговли качать мы сегодня с вами не качнули почти ни одного навыка торговли то есть смысл мы мы вступили для экшона чтоб драться против врагов но при этом торговлю мы вообще не качнули некропаль ну хотя знаете я думаю может реально качнем торговлю вне стрима просто и не будем париться потому что на стриме это не знают как бы заходит не всем этом анатонная беготня по кругу а иначе не качну я просто способа не знаю как интересно качнуть торговлю такого нету способа это завести верблюда и на верблюде кататься у армия корты стой со стой я сейчас к вам присоединюсь дайте только лошадину купить ой конятины это действительно живут и в холодных местах это каких например странах в монголии есть верблюды напишите но дайте я загуглю и стало самому интересно места обитания верблюдов я просто знаю что они живут более таких теплых широтах так весит от 500 килограмм почти до тонны бла-бла-бла до домашние давно гибриды а температура и через контракт загуглю температура нигде не указано на самом деле ладно а где они обитают тоже не вижу распространение зоне пустыни сухих степей они не могут жить в местности с влажным климатом или в горах а влажный климат у них проблема я понял все фишка живут в областях азии и африки ну короче на самом деле теплые зоны азия и африка это теплый климат короче даже в астралии есть верблюды но не суда не в сомали в австралии прижились от пишут короче на самом деле я так понял что да они не живут я так понял они не живут все таки в холодных регионах и нужно теплый регион и сухой шеф он был а в якутии какие температуры общей типа ребят кто знает дать посмотрим в якутии довольно низкий хорошо монголии есть верблюда вот и посчитал ладно я потом посмотрю чтобы было более детально дать я не буду залипать на вопросе с верблюдами поэтому сейчас залип и стало интересно диму торговля по сути еще за покупку работает ну давайте проверим а в чем проблема смотрите как легко проверить или работает или нет изи проверяем смотрим пацаны торговый навык 19 592 19 592 19 592 покупаем допустим мулов и лошадей 19 592 было до 19 592 19 592 не работает за покупку только за продажу город делать нам верблюда в гости не зайдут нет не зайдут потому что у нас слишком с вами важно то есть украине слишком важный климат много лесов то есть верблюда живут в пустынях почему потому что там сухо а как бы у нас там россия украина большинство зон это не пустыня леса они не могут лесах жить как устроился в наших широтах прививки и болячки они температуры страусы тоже температуру более-менее типа выдерживают то что я видел у страусов проблемы прививки и болячки не знаю но я просто видел что страусы самое интересное насчет это как раз животных я у нас в области страуса видел то есть типа у нас трассиная ферма точно было точно было наверно даже есть я говорю было что я давно видел но у нас страуса выращивали то есть поэтому к страусам вопросов нету но кто у нас выращивал верблюдов такого не было так что с верблюдами поэтому мне кажется что там проблемы не только болячки мне кажется там проблемы с температурами тоже есть они по идее не выдерживают долговременные температуры минусовые они походу могут передержать ну там там ночь пережить одну минусовую что пустынях как вот ну в чем прикол от почему может сложилось впечатление что они живут при минусовых ну известный же факт что в пустынях во всех пустынях ночью температура порой доходит до минусовой то есть типа это блин не секрет а верблюда где живут в пустынях живут значит они приспособлены просто дело в том что знаете чем разница между нормальными морозами во влажное катя когда важная вот именно важный климат и когда мороз когда сухой климат разница в том что сухом климате у вас не будет холод не будет так сильно ощущаться то есть типа температура там с допустим влажный климат с ветром это вообще жесть ощущается а вот сухой климат допустим даже с тем же ветром не так будет сильно ощущаться Наверное, из-за этого, мне кажется. Так, я купил, короче, ресурсы, ребят. Что касается животных, мы их сейчас, наверное, забьем на это, на мясцо. Думаю, мы повоевали немного. Теперь давайте по кальдарии проедем один круг, продадим товар. Почему один круг? Потому что, мне кажется, цены должны были сейчас... А, секунда. Откажемся от... А как отказаться от этого? Ой, блин, как отказаться от наемничества? Там можно? Можно? Я хочу выйти. Или будет минус отношения? Я же, по сути, наемник. Я могу уйти, когда я захочу. Так, а как это сделать? Что в Артанаде происходит? Почему дохода нет? Блин. А, ладно. Я пока не знаю, как мне свалить теперь от кузытов. Варт, верните кое на этого человека. Так, секунду, Птерч, ты же модр. Короче, Птерч, если ты не хочешь быть модером, я сниму с тебя модерку, что-то прикалываешься. Ты либо делай, либо... Не прикалывайся. Я, короче, не знаю, ребят, как сейчас перестать быть в этой армии. Как бы... Где там вообще находятся не Ассараи, а и Нестурги. Еще придется искать лорда теперь. Блин. А, вон, сверху покинуть кнопка. Блин, я не вижу. Ладно, что будет, если я покину? А, нормально, я вышел и... И ничего не потерял. Все нормально. Драйвач, он с мобилкой сейчас, а половина функции недоступна. Да нет, так есть же модер, вот ты есть модер, просто не хочу прикалываться над чуваком. Объяснили бы лучше, как работает. А то на тебя, Птерович, уже жалобы были, кстати. Я скажу так, что на твою модерку уже жаловался один человек. Хотя на самом деле он жаловался на тебя, а муд дал я ему, но тем не менее. Я посмеялся. Так. Поехали в ад-дог тогда. Покажите мне этого человека. Он писал мне в личку, что я потом проверил, типа, что там произошло вообще. Я так понял, я дал человеку муд, он что-то начал там спорить, оскорблять, вроде бы, я так понял, тебя получил еще раз муд. Я потом разобрался, там, что происходит. Так, лошадей выкупаем. Я сейчас, по идее, ни от кого не пострадаю. Вот кожа, кстати, дешевая, это мега дешевая кожа. Блин, а что с лошадками делать? Я сейчас не смогу ехать. Давайте в донустику заглянем, а с донустики поедем, наверное, на Вострум. Блин, я еле ползу. Кстати, а где мои деньги? У меня было 950 тысяч. Чуть я не понял. А что? А, я купил лошадей, точно. Я же купил от сарайских прочих лошадей. Там дорого вышло. Найди свой караван и проверь, можно ли их сопровождать. Давайте сейчас так и сделаем. Я, смотрите, ребят, окей, хорошая идея. Правильно написал. Сейчас продаем лошадей, которых мы купили. Сейчас всех лошадей продадим и поехали искать свой караван. Будем с ними кататься. Хотя, мне кажется, я не смогу сопровождать караван свой. Мне кажется, это ошибка в переводе с караваном. Я же не могу сделать сам караван. Я не могу взять и сделать караван свой. То есть, а сопровождать караваны только квесты есть. Но они опыт не дают. Вообще. Я продам этих лошадок, чтобы навариться. Мне место забивают. Рыба по 24! Рыба по 24! Рыба по 24! Вот это мощно. Так, глина по 13. Это дороговато. Есть по 9. Соль по 20. Сойдет. Шерсть. Говняная цена. Я поднял вот один навык торговли. Видите, вот только что еще один. Но это медленно. Ну, насчет ряд караванов своих я просто знаю, что будет. Смотрите, давайте, теория, то, что я предполагаю и что будет в реальности. Я думаю, что я подъеду сейчас к какому-то каравану. Начну, типа, разговаривать с моим чуваком, кто сопровождает караван и я смогу своего воина вернуть обратно в армию. Но вступить в караван я не смогу. То есть сопровождать караван это просто бегать рядом с ним. Не более. Ну, проблема в том, что надо еще угнаться за караваном. Караваны быстрые довольно. Да ладно. Дешевые лошади. Так, лук кочевника или кочевника. Опа, броник лучше моего. Ах, секунду, это же говно броник. Если я броню не покупал. Так, вот эти у нас человек 21x еще раз поддержал, написал, не имея претензий к одиночкам и поздравляю с прошедшим Новым Годом, как прошло. Тебя тоже поздравляю с Новым Годом, кстати, прошедшим. Прошло вроде бы нормально, как обычно. Ничего там суперского крутого не было, но вроде бы и не скучно было. С семьей отпраздновали, ну, в том плане. С родителями и так далее. И еще вопрос. Вы снимаете ради надобности или просто повеселиться, пообщаться? Не тронь птерча. Если честно, как бы я снимаю, потому что мне нравится играть в игры, и, грубо говоря, это как раз, скажем, та возможность, чтобы как раз зарабатывать деньги на жизни, плюс ко всему заниматься любимым делом. Это лучший вариант. Как иначе можно играть почти целый день в игры? Если тебе это нравится. Вы что понимали, я кроме стримов и внестримы еще играю. Так, че? Так, глину покупать или нет? А я глину продавал, то есть нахрена покупать ее. Финики по 19 это мега дорого. Ладно, погнали дальше. Рыделями и так далее. Вам для него и так далее. Не, ну там как бы не только рытили были, там, ну с семьей же говорю, там типа там и бабушка было, и дядя был и так далее. И так далее, чтобы мне перешать всех. Я же не буду приезжать всех каждого человека, кто там был. То есть типа с родственниками. Своя отраса с друзьями никаких планов интересных не было. Поэтому не собирались. Ну, походу, мы большинство праздновали с родственниками, поэтому так поздравили только онлайн и все. Я соперничаю саланом был. Так, а нафиг я поседую? Что-то я, ребят... Блин, куда я поехал? Что-то я забазарился, пацаны. Надо торговать, а не базарить. Я забазарился и поехал к осыраям. А у осыраев сейчас там... Я везу осыраям лошадей, которые есть у осыраев. То есть перебор пока. Хотя есть вариант лидерства прокачивать. Знаете, для чего? Чтобы получить высокую мораль, а высокая мораль позволит быстрее передвигаться. Хотя, может, реально я разведку кучаю, а может, качнуть лидерство? Кстати, осыраи выкупают лошадей. Мощно. Это очень странно, потому что я думаю, у них есть лошади. Ладно, всю рыбу продаю. Весь сыр продаю. И все шкуры продам. И всю глину продам. Зерно по 9 не буду продавать, это невыгодно на самом деле. Это обман. Ладно, доспех ищем. Ищем топовый доспех, пацаны. Финики по 18, кажется... Ладно, возьмем. Это неплохо. Так, еще один торговли. Блин, это, конечно, жесть. В общем, продаем полностью лошадей, ищем наши караваны. Мои караваны сейчас находятся вот здесь. Караван, видите? Поехали в Хубьяр. Немного раздражает, что во время захвата смайлами твичевские ответы не работают. Ну, потому что захват смайлами означают только смайлики. Грубо говоря, общаться между собой могут только випы, поэтому ответы твичевские разумно, что не пашут. Опять лошади? На самом деле, Сарая такая странная сторона, в том плане, что с одной стороны они просто помешаны на лошадях, с другой стороны у них реально О, Ален, по 9. У них реально типа в одном городе лошади стоят мега дорого, во втором мега дешево. И непонятно, почему так. Это реально, ребят, последний патч походу лидерства навык увеличил, ты когда нанимаешь армию, это дает тебе навык лидерства. То есть раньше так не работало. Давайте в Якис заедем, он ближе находится. Так, сейчас надо будет отправиться за караваном ближайшим, так, блин, надо лошадей сбагрить, эти лошади это жесть. У меня всего ляма, это хватит от 4 города. Как интересно зарабатывать дальше? У меня есть теория, мы купим 4 города, они будут приносить деньги и мы купим опять лошади на покупку. Что я буду делать сейчас? Зерно по 6. Ладно, куплю зерно по 6. Глина по 9 тоже возьму. Город какой-то мега дешевый. Так я боюсь, что сейчас не доеду никуда, у меня скорость передвижения 2. Ну, 2,4, это нормально по пустыне. Давайте в кассиру заедем, надеюсь, там лошади покупаются по хорошей цене. Смотрим на мировую карту, что происходит, пока мы едем. Синяя Джали Джалмарис, это хорошо. Кузоиты намного расширяются, Эпикатрея забрана повстанцами. Это очень странно. Повстанцы. Мы дрались за Эпикатрею, и в итоге повстанцы ее забрали. Так, рыба по 9, это дорого. Я не поведусь на вашу рыбу. А вот лошади в сарае продаем. О, это хороший момент для продажи. Вот так вот сделаем. Да, выгоднее всего лошадок продавать, мне кажется. Так, лен. Лен весь продаем. Соль всю продаем. Глину всю не продадим, по идее. А я все продаем глину. 27 тысяч. Торговля плюс 2, по идее. О, геолавел получил, прикиньте. Так, куда уровень вбахнуть? Обаяние, либо что в тактике? В тактике получаем Ну, это, честно говоря, ерунда тактика. Может, какие-то бонусы есть хорошие? Ну, даже не знаю. Конечно, этот перк полезный плюс 5 доп. отряда. Мошенничество, я думаю, что у нас будет выживание, где мы будем играть как разбойники. Будет прикольно поиграть разбойниками полностью, когда перки сейчас работают. Это будет интересно, потому что раньше перки не пахали. Было неинтересно. Есть перк лидерства. Он довольно-таки хорош, что мы можем увеличивать мораль нашего отряда. Но чтобы он работал, что нужно делать? На армию собирать. Это не скоро. У нас пока до армии далеко. Давайте тогда мы остановились. Нам нужен арбалет-бонус. Нам нужно обаяние. Медицина, кстати. И лидерство. Я не укачну это все. То есть, смотрите, у нас еще левелов штук может 12-15 мы возьмем легко, а дальше будут проблемы. Давайте обаяшку. Так, мы в кассиру так и не заехали, да? Так, мулы дорогие, лошади дорогие, ничего купить не... А, мы в кассире были. Мы только что выехали с кассира, кажись. Тут ничего интересного. Прошло уже с моего путешествия стартово 5 лет. говорят, что в городе Куяс, я вечно, когда приезжаю около Куяза, говорю, что в городе Куяс офигенные доспехи и мы можем их купить. И еще ни разу такого не было. Ну, пацаны говорили, что после начала игры, там, после 10-15 лет есть шанс купить в Куязе хорошие доспехи. А прошло уже после старта около 7 или 8 лет. Тяжело, честно говоря, сориентироваться. Так, сейчас продадим лошадок, потому что у нас стадо тормозит капец как армию. Так, торговля. Ну, у них еще и лошади, кстати, дорого продаются. Так вот, делаем. Тут больше ничего нет. Ладно. Опа, вот шлем, который я хотел. Я его куплю. Шлем на 42. Наконец-то меня так просто не бахнет. Ты, мужик, получи свой шлем. Ты хоть старший, брат, но я тебя буду на Джун как младшего брата одевать все в мои доспехи. Зерно по 5. Рыба по 8. Виноград по 15, но так себе. Возможно, я делаю опять очередную ошибку, покупая зерно и рыбу. Я себе вечно говорил, Димон, не бери зерно и рыба, а в итоге я его беру. Поехали в куяс. Рыба по 8. На самом деле на самом деле рыба по 8 плохой вариант. Надо было брать рыбу по 7. Я же забыл, я брал рыбу по 6. Рыба по 8 это опять путь к тухлятине. Когда будем бегать по всему миру пылиной рыбой вонять. А никто не будет ее брать. Торговое ремесло реально самое напряженное. Если брать другие ремесла, кузнеческое дело прокачивается быстро. Хотя, знаете, откровенно говоря, сравнивая с атлетикой, то атлетика тяжелее качается, чем в торговле. Атлетика гораздо тяжелее. Лучший способ качать атлетику это лезть на стены, стоять на лестнице и бить врагов длинным оружием. То, что я делал в прошлом выживании, когда у нас не было больших армий, мне приходилось там мистера Пиноккио играть на лестнице. Опа! Лук южных племен? Ну, даже не знаю. Олегки по 8? Ладно, беру. Когда пишут, меня сейчас порвет. Ему отвечают, слишком много рыбы по 8 съела. Нормально рыба по 8? А что вы начинаете? Рыба, свежачок. Эта рыба всего с одного города проехала. Сколько вот, считайте, сколько дней артизия красных? Это как так? Ой, ребят, а что у нас происходит? Ботания разваливается. Хотя почему мы армию корта видим до сих пор? Какой-то божинский. Мы до сих пор видим армию корта, хотя мы не в этом. Не в этом. Не в гильдии. Не в королевстве. Разделай в будущем прохождение пешего копейщика без счета. Чего, блин? Это что за бред? Ты мне что предлагаешь? Это проще бы сказал, типа, Димон, возьми бутылку, сядь на бутылку. Какой пеший копейщик без этого? Без копья? Это что, шутка? Копейщик? Ну что, разве не копейщик, а хотя бы какую-то мина было взять? Какой копейщик, черт? Это, блин, какое-то издевательство. Я даже такое делать не буду, потому что копейщик... Короче. Даже комментарий, комментировать даже это не хочу, потому что это абсурд. Копейщик в ближнем бою, он вообще, типа, никчемный, он ни о чем герой. То есть, это не мина было. Опа, мы открыли торговлю. Вот сейчас самая большая проблема это выбрать перк. Я не знаю, что делают перки. Вы нанимаете наемников с таверны на 20% дешевле. Говно. Навык, потому что они стоят, допустим, там 700 копеек, 500 копеек, 600 копеек. Экономить 100 копеек, это бредительно. На 15% меньше зарплата для защитников каравана. Как вообще фигня, бонус. А тут уменьшает штраф обмена за заключенных на 10%. То есть, грубо говоря, я могу выкупать, я так понимаю, дешевле заключенных у лордов, плюс продавать могу дороже, штраф, короче, меньше будет. Торговые площадки, акведуки и все остальные там проекты строятся на 30 центов быстрее. На самом деле, лучше все-таки я возьму ниже зарплаты караваном. Давайте посмотрим. Караваны. А знак-то можно выбрать, с чем мы паримся. Давайте посмотрим внимательно на механику, как влияет эта механика. Сейчас. А, не тут игра. Вот, смотрите. Говорит, давай Димон с дубиной выживания. За дубиной еще можно. Дубина ищет, это норм. Можно пленных брать, просто дубиной вырубать и... Так вот, смотрите, караван платим 200 копеек. Вот, смотрите, 10,92 копейки. Берем этот перк. Бабка имеет 10,92 копейки, платит каравану. Мы берем данный перк и сколько она будет платить? С одной стороны, за лордов хорошим можно было выкупу получать. Поехали и посмотрим сразу, сколько бабка. 292 копейки, да, она платила? Че, блин? Че, блин? Возможно, оно просто не указывается, это понижение. То ли, что-то я не понимаю. Можно ли сделать караван самому? Ребят, кто знает, может, можно как-то самому караван запустить? Свой личный? Че-то я просто не въехал, что произошло только что. Дима Дагом может отряды создавать. Да, может, а зачем? Чтоб деньги платили. то есть, создам я отряд этому Дагому или как там его, Дагному, и что в итоге? Я буду платить деньги за его отряд, у меня еще нечего делать. Я и так деньги коплю на того, чтобы потом покупать города. Не будет отрядов никаких, поэтому, ребята, не советуйте даже это глупые какие-то советы о создании отрядов. Я, ну, не вижу смысла создания отрядов. Просто меня очень когда еще очень подозрительно на самом деле, это выходит в том плане, что типа меньше платят караваны, денег своей охране, а при этом я смотрю на каравана, типа цена, блин, адекватная. Так, Ну ладно, продаем по 39. Зерно по 8 не вариант. Рыбу по 13 продадим, мы ее взяли по 8. Финики все хотя, блин, ладно, продаем все, чтобы не таскаться. Лен по 8 возьмем. Рыбу по 10, это моя рыба. Соль по 25. Соль нехти, кстати, тут. Так, давайте в джакулас съездим. Ну, мне нравится то, что, грубо говоря, Нижняя Империя, Вландия, она, ну, Империя, говорю, не Империя, а Вландия, она реально смогла отбить свои территории, и бы забрать еще Карас и Артизию отдать. Ну, хотя вынесли, ребята, вы понимаете, что произошло на Минировой карте. Вынесли, две фракции погибли. У нас минус две фракции. У нас минус две империи. Северная и Восточная, вроде бы, Империя сдохли. Такие дорогие кони здесь. Так, мясо продадим. Зерно по 9, ладно, я зерно купил там поскольку. Так, дайте, продадим зерно. Рыба по 11, рыбу до 9 продадим. Ну, не очень хороший обмен, но я просто понимаю, что если это не сделаю, я сейчас буду еще полчаса бегать по территориям, пытаясь найти лучшее предложение, у другого станет денег. Ладно, вот так вот, давай. А, блин, нафиг я доспех купил? Ладно, пускай будет доспех, пока такой, я его одену, а брательнику отдам свой доспех и будет все нормально. Брат, нет, одна империя еще живет. Империя, вообще-то, четыре, если я правильно помню, четыре всего империи. То есть, осталась только синяя империя. Это западная вроде бы империя. Вы уничтожили северную, то ли восточную, давайте посмотрим. Смотрите, должны быть розовые и фиолетовые, их нету на карте розовых и фиолетовых. Две империи умерло. Осталась последняя синяя империя. А империя четыре было или три империи? Синяя империя, это западная империя, походу, да? Синяя, оно, не, южная империя, я перепутал. Это южная империя. Значит остальные империи умерли Потому что тут должны были жить розовые А здесь фиолетовые Фиолетовых нету Розовых нету То есть я так понимаю что одну империю поглотила южная империя Вторую империю кузаиты забили Вместе с ботаницами Печально Ладно у нас минус 2 фракции Это конечно для меня тяжело в будущем будет Но ничего страшного Мы все купим за баблинское Нужно проверить еще вариант То что я хотел раньше Но мы от стада не избавились Я думал 3 если не считать Вландию Их реально 3 империи Розовая, фиолетовая и синяя Так я там путаю какая из них северная Какая южная, какая там восточная А типа ботания это не является империей Так, продаем Тут лошадок немного Я смотрю, а сарайских лошадей выгодно продавать Очень Зерно по 8 с наценкой Не вот так До 7 Все, ребят, я начинаю сбаливать эти вещи Погнали Еще 3 города пройдем Продадим остатки мулов С лошадками И погнали с нашему каравану Просто я думал быстрее продам Но вот в этом регионе лошадей выкупают очень хорошо В Ланде у них проблемы с лошадками То ли У меня даже кажется теория не проблема с лошадками Дело в том, что Здесь свои лошади живут Как бы в этом регионе Свой вид лошадей У кузуитов другой вид лошадей Но самое интересное Что я когда привозил с этой Как бы с Вландии лошадей Кузуитом Они выкупали этих лошадей довольно дорого То есть, типа, знаете Это как бы Фракция кузуитов обожает лошадей У них вся армия основана почти на лошадях И поэтому Как бы они в цене Лошади другого вида Которые не растут у кузуитов А Вландия скупает лошадей Потому что у них только там есть какие-то уникальные лошади Вландийские Но при этом нету большого количества мулов И грузовых лошадей В чем особенность этого прохождения Особенность в том, что Я не воюю Я почти Я через торговлю играю И особенность в том, чтобы Завоевать Амперию Купив ее А не Уничтожив Покорив, типа Военной силой Потому что мы уже проходили, ребят В прошлый стрим Завоевывали все В этом стриме мы По большей части торгуем И пытаемся Зерно по 6 Вы еще серьезно? Зерно по 6 Лен по 7 Рыба по 8 отстой Ладно, зерно куплю Я не уверен Я потом зерно продам или нет Я знаю, что можно делать Можно покупать Огромное количество зерна И с этим зерном Потом просто путешествовать По миру, ребят Спецом Кстати, вот Человек 21х Еще подержал на 100 рублей И написал Раз уж Лишняя сотка Вопрос Чем для вас был Неприятен переход На твич Собирайтесь На круглую сумму Подписчиков Песни делать Так На 100к Вы делали нарезку Она уже не актуальна Так Тут, конечно, все пытался Как-то скомканно написал Но Давай так По порядку Чем для вас был Неприятен переход На твич Да, по сути На самом деле Ютуб Он плохо Сделан для Стримов Ютуб для стримов Не подходит Ну, честно говоря То есть Возможности на твиче Гораздо больше Чем на ютубе Это раз Неприятен Чем был переход Да, по сути Единственное Что было Проблема Это то, что Мы ждали Партнерку В районе месяца То есть Была в чем проблема То есть Мы написали Твичу Насчет партнерки Ответили в течение Недели Что Типа Насчет партнерки Скали, что Если Ну, типа Они сказали Только один нюанс Вы знаете, что Типа Стримить нужно будет Только на одной платформе То есть Нельзя стримить Сразу на двух платформах Мы написали Окей Согласны И после этого Мы ждали почти Месяц Пока Они прочитали И подтвердили Ну Партнерскую программу Это был только Единственный минус Потому что Грубо говоря Они переспросили нас Или знаем мы правила И потом Целый месяц ждали ответа Это как бы было Не очень приятно Потому что Да, понимаете Пока нету партнерки У вас Нету нормального Качества Стримы бывают Без Выбора Разрешений То есть Это типа Некомфортно Не для вас Зрителей И их нормально Не залить Причем На твиче тоже Это время не постримишь Потому что Ну Мы скажем Да, понятно Начинаем стримить На ютубе В это время А не на твиче Они скажут Так вы стримите Сейчас же на ютубе Ну мы то не партнеры По факту были До того времени Поэтому Приходилось стримить На твиче Учитывая что Он даже Не позволял В разных качествах Стримить Это как бы Единственная Была такая Небольшая проблема То что у меня Реально немножко Подгорало Что они Так долго Партнерку оформляли Потому что Сначала сразу ответили А потом Блин Очень долго думали По факту Больше не было Ни каких проблем С переходом На твиче А на круглую сумму Собираемся ли что-то делать На миллион Ну Я скажу так Что Если ты про ютуб Говоришь Что до миллиона Там так Долго Что этот миллион Еще лет 10 Не наступит У нас там В месяц подписчиков В районе От одного До трех тысяч Подписчиков Добавляется То есть Ну Сейчас у нас Даже полляма Еще нет Там осталось Немного до полляма То до ляма Нам очень далеко И какие-то песни Песни точно делать Я не буду Вы еще Прикалываетесь Эти песни Они ориентированы На аудиторию Школьников Понимаете Какие нахрен Песни И что он Певец Или Вова Певец Это Это Вечно делали Говно-рэпы Примерно каналы Которые ориентированы На аудиторию Там до 14 лет До 15 лет Типа так Потому что рэп это круто Считают Ребятки Я представляю Вова Илия Рэпует Это хрень Это для детей Еще раз напомню Для маленьких Маленьких детей То есть Поэтому каналы Которые И ориентированы На аудиторию Детей Они и делают Мелодии Песни Всякие Будет ли что-то Я думаю Что Да Наверное Будет Почему бы Нет С чем проблема Рэп Рад сериал Про Ли и Дарки На миллион Это топово Ну если Как бы Обзавестись Всеми костюмами Там нормальными И так далее Можно было бы сделать Так надо Какой-то сюжет Санды пишет Мне 12 Ну Как бы Скажу так Так что Вот как раз Кому 12-14 Такая тема нравится Большой зачастую Опять же Это не всем Но многим Сколько замок стоит Я не знаю Я в первых Еще не качал Говорят что Замки стоят В районе Нифига себе Цена Замки стоят В районе Тридцать 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 Тысяч Двести Тысяч Ой блин Верблюда не отдаем Это мой верблюд Отстаньте Блин Ахрен Рыбу сбагриваю Хотя У меня рыба Осталась фигня Можно даже было Не сбагривать Так Вот так Много слов Продаем И поехали Дальше Аград что тебе Нравится Одеяло На костюм Такое Одеяло Среди Некого Идеала Ты дача Ливая Аград Рэп Баттл Слово Записываете Такая Нелепая Хрень На самом деле Я скажу честно Я когда Смотрю Я думаю Что не секрет Что многие Ютуберы Делают на Миллион Эти всякие Песни Зачастую Рэповые песни И так далее И знаете Я вот когда Сижу это Смотрю У меня Во-первых Вызывает Испанский стыд А второе Это вызывает У меня Фейспалмы То есть Типа Я сижу Такой Мне стыдно За них И я Фейспалмами С себя пробиваю Когда-то Смотрю Конечно Смотреть до конца Никогда не могу Но это Блин Не знаю Кринж Правильное слово Но то что я вижу Это кринж В чем Смысл Рэпа В большинстве Случаев Это Покажу Ну Типа Именно Показушность То есть Зачастую Там пытаются Показываться Какие они Крутые Какие они Модные Какие они Телок Имеются Какие они Телок Поимелись Какие они Денег Имеются Какие они Денег Зарабатывают То есть Посмотрите Вот даже Того же Моргенштерна А не до рэпера Который Там Делает Свой рэп Так вот Он Чуть ли В каждой Песне Швыряется Деньгами Что он Там Такой Богатый На фоне Крутой Машины То есть Типа Классика То есть Знаете Это Жесть Я даже Я просто Не знаю Как Рассказать Так Чтобы Никого Не обидеть Рэп Это Чушь Раски Роки Ну да Проблема в том Что Как бы Можно делать музыку На То есть Даже там На миллион Это если Реально Ты этим Еще Занимаешься Либо Понимаешь В этом Я не говорю Когда делают На миллион Какие-то Обычные Песни Либо Чувак Там Имеет Голос И так Далее Ничего Там Плохого Нет Наоборот Это Круто Ну блин Когда Какой-то Чел Который Ничего Не имеет Никого Ни Таланта Ничего И начинает Такую хрень Делать Ну С одной Стороны Да Почему бы Нет То есть Типа Можно Но с другой Сторон Это кринжово Выглядит Кринжово Никто не Отменял Так Шлем Знать Мне он Не нужен Давайте Так Городов Корраки Так и не Подпускай А я Че Лучше То есть По мне Можно Да Выйть Все Ребят Мы почти Избавились От лошадей А в чем А в чем У нас проблема Груз Стадо Я сейчас еще Последних лошадей Продаю И пошли Карван сопровождать Потому что Я реально Затянул немного Надо лошадей Только не купить Чтобы опять Не было проблем Ну если что Мы можем Продать их На мясо Смотрите Я так и не продал Зерно Которое я купил Блин Надо было не брать Зерно Дурацкая идея О Вот лошадей Продаем Как раз Еее У меня Перегруз Зерно До 7 Лен До 9 Пойдет Так Смотрим Есть доспехи Топовые Здесь Нет Что я не то делаю Меч есть Хороший Ладно Нормально Пойдет Песня О дотке Будет Есть же Куча песен На доте Куда еще Знаете Все Анон еще Доедем Последнюю партию Лошади Сбагриваем И ищем Караван Вон караван Идет Рядом Караван Странник Вот к нему И пойдем Сейчас Сейчас догоняем Караванчик И попытаемся Что-то реализовать У нас Лям денег Есть Мы ребят Подняли Лям Это первый Лям В этом Выживании Довольно Кстати Быстро Мы его Подняли Тут Лошади По дешевке Мы лучше Зерно Сбагрим До 7 И посмотрим Можно ли Так Лошадок Не будем Покупать Написали Мы не слышали Как ты поешь А Вова уже Много раз В смысле Не слышали Я много раз Пел Не надо Рассказывать Мои песни Настолько Крутые Что На их фоне Там Бибер Отдыхает Так Лошадок Тоже Продаем Сюда Все Походу С лошадьми Мы справились Леон Тоже Продали Зерно Давайте До 7 Толкнем И все Все Ребят Походу Можно идти У нас Перегруза Большого Нет Мы можем Догнать Наш Тот ряд Если я правильно Понимаю Боевый лук Да Лук Тот же Все Погнали Хотя Человек 21х Подержал 100 рублей Писал Это была шутка Так как В нарезке Ты сказал Цитата Караоке Или Песни Не будет Так как Ни я Ни Вова Не умеем Петь Все Хорошего Теперь Я понимаю Почему Ты Сотра Спишь В смысле Ты Играю Ты имеешь Ввиду Или Не На самом деле Знаете Вот Ой Я не там Поехал Мне надо было Догнать Караван Караван найду И отвечу Тебе А где Мой Караван Тут Был Вот он Нифига Кто уехал Далеко Я поехал За караваном Давайте Просто Бежим По миру А я Вообще Догоню Так Стадо Зарубим Скорость Нужна Стадо Небольшое Зарубим Так Стадо Нет Все Стадо Нет У нас Груз Конечно Есть Небольшой Минус Все остальное Нормально Навыки Нам мораль Быть Поднять Чтобы Быстрее Бегать Ну Ладно Так Вот Ты написал Например Ты с утра Спишь Ну ясно Я сплю с утра Потому что Я ложусь Спать тогда Когда я захочу Знаешь Мне тяжело Лечь спать Тогда Когда Допустим Надо Я поэтому Стараюсь Ложиться Тогда Когда Сам захочу Когда уже Видишь Что вырубаюсь Я ложусь Так А ты едешь Понятно Не могу Куда они едут Не пацаны Я их хрен догоню Посмотрите На их скорость Смотрите Как я еду Как они едут Блин Вы еще Издеваетесь Они в эту сторону Поехали Так идея Один день Димона Или Вовы Налям подписчиков Это в смысле День Димона Или Вована Я не вижу Смысл Мы так стримим Порой По 8 По 10 часов В день И Еще Два То есть Типа На подписчиков 24 часа Стрим Тупо Мне кажется То есть Тут ничего Оригинального Нет Полезного Так Я гонюсь За ними Если Я конечно Успею Я пытаюсь Догнать Не могу Мне кажется Они очень быстро Я их реально Не догоню Никак Да Я не догоню Блин Как реально их догнать То есть У меня Ё-моё Посмотрите Реально А вот Перки Разведки Перки Разведки Видите Да Есть Смысл Разведки Качать Качаю Разведку Дальше Что Перка Разведки Помог Мне Быстрее Бегать Нет Они Улетели Просто Самолеты Короче Может Армию Выгрузить Я Слишком Плохо Бегаю Мне нужно Перк Разведки Поднять Хотя Бы До Сотни Еще Лошадок Продадим О Зерно По 14 Ё-моё Вот это Я понимаю Лен По 13 Это Вкусно Я так и не нашел Еще Топовой Брони 64 Которая Имела Броника Тут Ничего Нет Странно Как они так быстро Передвигаются Это Просто Жесть То есть Типа Смотрите У меня скорость 4.6 У них скорость В районе 5.5 А то и 6 Чтобы сделать Такую скорость Ну ладно Я могу При помощи Морали Ускориться Вот допустим Хотя Мне мораль Скорость Даже не дает Перки Разведки Это именно Перки А почему Перки А вот Это Перк Разведки Он не даст Мне скорость Вот есть Какие-то Бонусы К скорости Ага Вот Ускорение Передвижения По лесам Ладно У меня идея Пацаны У меня Гениальная Идея Я сейчас Возьму Армию Конницы Так Начинаем Армию В конницу Превращать То есть Типа Покупаем Военных Юнитов Которые Именно Ездят На лошадях И это Будет Наш Способ А как 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 Иначе Ускорить Армию Я Слишком Медленный У Карванов Скорость 5.5 Ну Мне до 5.5 Очень далеко У меня 4.6 А Минус Так Короче Минусов По сути У меня Как таковых Больших Нету Вообще То есть Мне просто Надо Плюсы Получать Так Опять Армия Без Лошадей Какая-то Лажа Зерно По 8 Лен По 18 Лен Весь Продаем Что Предлагаете Ребят Я Вот Напустим Не знаю Как Качнуть Мне навык Идеи Не Имею Я Просто Запарился На самом деле Бегать По городам Торговать Я Сегодня Качнул Всего Лишь 11 Или 12 Очков Торговли Что Очень Мало Тем более Не забывайте Сейчас Мы пройдем Этот параметр И у нас Начнется Проблема В том Плане Что Скорость Прокачки Уменьшится Торговля Причем Колоссально То есть Мы уже Превысили Лимит Обучения И у нас Идет Видите Минус Икс И у меня Еще есть Ощущение Вот Короче В вопросе Рэп или Караоке Выиграл Вариант Рэп Ой Точнее Караоке Как Караоке Не будет Никакого Караоке Так я понял Непростым А день Из жизни День Из жизни Окей О Смотри Армия Нифигасе Я их Убью Пошли На бой Сто Воинов Вот Я понимаю Насчет День Из жизни Окей Вариант Сажу Запускаю Стрим И снимаю Как бы Снимаю На камеру Как я сижу И стримлю Как вам 24 часа С Димоном Потом Уду в туалете И сижу В туалете Песка Минут Я думаю Такое тоже Вы зацените Все Как есть На самом деле Потом Иду хавать А вы Вы тоже Это смотрите Круто Так Я встану Спереди Буду расстреливать Пока О Они бегут Не долетело Вот так Давайте Чуть выше Возьмем Еще раз Выше Попал Попал В голову Не убил Что-то вообще Очень слабо Вью Боже Как ко мне Полетело В наших Так Тай Убить Блин Урона Мало На самом Попал Вошадь Блин Тяжело На самом деле Очень Долго Своится Лук Убил Не убил За гору Побежал Но я его Перекину Давай Там точно Есть Ладно Мы убили Бандитов Вы Откачай отношения В городе Чтобы Нанимать Сразу Лошадей На квесты Проходить Но давайте Квесты Проходим Без квестов Никак Если Этим Заниматься Эти квесты Проходим Ладно Эта торговлю Не даст Но позволит Менять Хороших Воинов На самом деле Это все Необязательная Тема Если Именно Играть На победу Заниматься Этими Квестами Чтобы Купить Хороших Воинов Это все Необязательно Так Разбойников Мы не качнем Мне Кстати Очень Сильно Армия Типа Разнообразная Видите И не Стандартизированный И это Такое себе Мамлюк Или дикарь Так Но если я мамлюка Сделаю Это будет Всадник Давайте мамлюка Возьмем Грабителей Забираем Город бегает По горам И следам Чтобы разведку Качать Давайте Давайте Побегаем По горам Говорите То есть Это вот сюда Я так понимаю Идти надо Мне кажется Родитка Лучше качаются Когда ты просто Встречаешь Каких-то Именно Игроков Кого-то еще Кошет мародеров Ну не сильно Разве это качается Когда по горе Я пробежался Сколько мне лет Давайте узнаем Насколько я постарел За это время 22 года Официальность Благородный На самом деле Я так и Ничего не заработал То есть Из Званий Ничего Печально Но зато Давайте завод Идем Еще Откроем Один Вернуться Возвращаемся Потихонечку Вверх Откроем Еще один Севзаводик Потому что Мы можем Севзаводить Ладно Я поехал Тогда к этим Посараем Либо кузаитам Лучше кузаитам Потому что нам Нужно завод открыть Плюс кузаитов Есть один Большой бонус Это всадники Можно там всадников Купить Ну давай же На, будет сейчас Два завода Еще Я сейчас Поеду Изменю Производство Товаров На заводах Потому что Там Два города С кожанками Они какие-то Не очень Полезные Это мягко говоря Так 30 разбойников Я не вижу Смысла убивать Смотрите Реально Я себя качнул Себе навыки Я мог этих всадников Забрать Опять что Там квесты Выполняются С деревней А это очень долго Ну вот Это простой способ Приезжаешь в деревню Сыпешь им Допустим Не знаю Там 20 тысяч Говоришь Типа Живите Мужики И женщины И в итоге Они тебе Открывают доступ А так не работает Там у кого-то Блин Какие-то там проблемы Нужны рабы Ты ищешь рабов Кому-то Кому-то нужны Там Чтоб ты Спас Кого-то В там Племяшку Ты спасаешь Племяшку Ты занимаешься Такими Не очень веселыми Делами Ну вот и тянет Тянет мне купить Что-то О О Нифига Какие Мулы Дорогие Тут Зерно По 7 Не поведусь У меня Я зерно За 5 Могу Купить Спрашивает Петерыч Я вот Хотел Спросить Помню Был Кибер Кряк За коины А раз Кто купил Его за коины Получил Кибер Кряк Или нет Получил Мы вроде бы Только одну игру Киберпанк Разыграли за коины Больше не разыгрывали Ну в том плане Что В чем была проблема Не было ключей То есть Типа Как вот мы Пацану Если он выиграет Киберпанк Как мы ему дадим Это киберпанк За коины Не было Готовых ключей Чтобы сразу взять И дать пацану Мы ему как сделали Мы ему Кажись Гифтом отправили Если не ошибаюсь Да Гифтом через стим То есть Я думал проще сделать Парень просто пишет Что Ну Дает 500 тысяч коинов А мы ему отправляем Киберпанк А не вышло так Просто не вышло Потому что Ключей Не было Просто не было ключей И в итоге Нечего было отправлять Ключи вообще Я даже хотел сам купить Киберпанк Не в стиме Не напрямую Сразу ключик на киберпанк И не париться Но при этом За Пол За день До выхода игры Я ключ киберпанка Не мог купить Именно Чтобы мне прислали уже ключ О Караван Ловим его Так вот Я не мог это сделать По той причине Что ключей не было То есть Ключи не были Сгенерированы Сгенерированы даже Короче Вышла такая проблема Что Разработчики Настолько Киберпанка Боялись Слить игру Что по игру Там раньше Появилась Где-то Что они по идее Даже Перестраховывались Никому Ротейлерам Даже ключи не давали Там и так далее На самом деле Вообще Запуск киберпанка Очень странный Мне еще не понравилось То есть Студии разработчиков В чем была проблема Они Не дали ключи Тем Стримерам Которых Они не уверены Допустим Есть стримеры Которые видят Что игра говно Говорят Игра говно Вот такие люди И как бы стримеры Неважно Опулярный Неопулярный Они не получили ключи То есть Вот есть кто-то Стример Типа Который Не скажет Ничего Вообще Плохого Про игру Если даже игра Ему не понравится Она будет Говно Скажет Ну Нормальный проект Думаю Кому-то зайдет Вот так Будут говорить А игра Будет полным Говнищем То есть Вот таким людям Ключики прислали То есть И это Большая проблема Из-за того Что Как говорится За полдня До релиза Получили Ключи на игру Только Опа Торговля с моими То есть Грубо говоря Получили только Те ребята Кто На самом деле Лицемерят То есть Типа Они говорят правду А говорят так Как выгоднее для них Но это не вариант Видите Я не могу ничего сделать Даже Как мне сами Путешествовать Я получил Общий опыт От встречи С караваном А давайте Слушать Слухи Смотрите 26 999 Давайте встретим Караван Любой караван Который в город И узнаем У них слухи Может слухи Тоже качают Навык Торговли Сколько опыта Получу А вот караван Стой 26 999 Да было А ну Я узнал слухи Не опыт не дает Даже встреча с караваном Ничего не дает Давайте А может что-то купим В караване Может тоже Как-то повлияет На Степной конь Такой дорогой Это просто Мул Просто У них цены Бредовые На товар То есть у них Ничего брать Здесь На самом деле Караваны Тут вообще Ничего брать В караванах Это Какие-то Безумные Ладно Поехали То есть короче С караванами Вы не можете Их сопровождать Ничего делать В этом-то и проблема Так Ладно Я еще Тестирую один вариант Последний вариант Если это не сработает Тогда что мы делаем Мы пойдем с вами То есть Я пойду Наверное тогда Отдыхать И уже Внестрима Качну торговую Торговлю До 300 И тогда продолжим Уже прохождение Потому что Я не хочу вас мучить Этой торговлей Блин Это не порядок Оно скучное На самом деле То есть мы сидим Просто трендим Торговля не повышается А пройти Этим способом Прохождения Я просто обязан Мы уже решили Мы поставили цель Надо ее выполнять То есть Это будет долго Часов наверное 6-7 Но мы это сделаем Так Идемте В город И смотрим Или могу я сделать Личный караван Который я буду сопровождать А не который будет Допустим Сопровождаться Моими помощниками Ред год Торговля на стриме И так далее Не вариант Потому что Ребят Эти Видосики Стримы Записи Заливаются на ютуб И там люди Многие недовольны Тем что Якобы Выходит Контент Который неинтересный То есть Люди просто Не смотрят его Отписываются Уходят То есть Поэтому Смысла Нет Такие Контенты Заливать Я ютубчику Потому что Он неинтересен Может как стрим Он и нормально Но вот как Запись он будет Не очень Поэтому я Я думаю Это лучше Вне стрима Сделать То есть Какой смысл Просто я буду бегать Как бы По кругу Мне надо сделать Кругов еще 40 Чтоб поднять Навык 300 Дальше Когда уже появится Контент Тогда я думаю Покажу Так Что у вас есть В продаже Можно вырезать Кусок стрима С торговой Да Вырезать Кусок стрима Ты мне предлагаешь Еще монтировать Видео Ты знаешь Что занимает Времени Обработкой Так Ну тут Ничего интересного По ценам Я на обработку Потратил Больше времени Ладно Это не вариант Не понял Чего так Торговцев много Я чуть не понял Цены То же самое Как у прошлого Торговца В чем фишка Я чуть не понимаю Ребята Что за прикол С ценами Ладно А ты что Тоже самое Продаешь Да Тоже самое Ну это Ерунда Полнейшая Ладно Кузнец А то есть Кузнец Это кузня Понятно Кузней мы пользовались В прошлом стриме Торговец Обычный Столько Торговцев То есть Когда я быстро Торгую с городом Я так понимаю Это просто Мы покупаем У разных торговцев Товары Понятно Боже Что за Стремный вид Это просто Горожане Это тоже Горожанка Это лидер Банды Я с ним Ничего не могу Сделать Это охрана А в закоулке Что происходит Короче Это разбойники Я могу Напасть на них Но я могу Умереть Блин Я лучше Не буду Нападать на них Их три человека Я один Шансы Что я выиграю В этом бою Низкие Они там Дерзят Мне Гады Но не будем Ладно Уходим Ладно Уходим Я вообще На шару К нему Пришел Но давайте Оденемся Давайте Оденемся Реально Отсюда Это денег Конечно Стоит О Не понял Ну Лента Хорошая Но это Длин Дорого Эта одежда Обойдется мне Суммарно В копеечку Реально Копеечка Обойдется Ладно Давайте Так Одень Ладно Так Эй Чего не угодить Сразу Снимай Одевай Не хочет Одевать Так Значит Не будем Одеваться Так Это Дичь Эй Торговцы Опять Ну Такой ядовит Имитара Кстати Ядовит Имитара Это Типа Те Разбойники Которые На него Работают Так Понимаю Ну Я не вижу Способа Ребят Караван Пока Сделать Так Не буду Помогать Ему По квестам Ну Видите Только Квест Можно У Ядовит Имитары Самое Интересное Ядовит Имитара Это Женщина Это Еще Более Забавно Ну В В Плане Что Я бы Никогда Не сказал Ядовит Имитара Я подумал Что Ядовит Имитара Это Мужчина Просто По Названию Ядовит Имитара Наверное Лучше Было Тогда Для Женщин Так Это Не то Где же Караван Сделать Караванщик Где Это Тоже Магазин Так А где Караванщик Тогда Находится Алекс Продается Оливковое масло Может он Не сделает Караван А что Он Находится За Городом Странно Еще За Городом А Прикиньте Во время Осады Вот Смотрите Этот Замок Мы Осаждали Помните В то время Осады Еще Палатки И Прочее Так Помощь Разбойников Ага Короче Я не могу Сделать Сам Себя Караван Торговец Лошадьми Давайте Посмотрим Ну Короче Все Ясно Понятно На самом Деле Как вы Поняли Ребят А в городе Дофига Торговцев На самом Деле И когда Мы покупаем Товары Это Разные Торговцы То есть Типа Мы Когда Продаем Мясо В один Жи Город Мы Покупаем У этих Мужиков Лошадей Вот Здесь А потом Рубим Их На мясо И продаем В городе Как Мясо Видите Здесь Короче В городе Все Очень Хорошо Сделано Есть И овцы Но Мы Этим Не Занимаемся Потому Что Очень Долго На самом Деле Бежать С Одного Места А В Другое То Есть Проще Купить Сразу В Одном Магазине Почему Синие Иконки По Теории По Теории Синие Иконки Из Из-за Что Эти Доспехи Лошадей Можно Использовать В Городе Ладно Ну Не нашли Мы Способа На самом Деле Никак Ребят Караваны Создавать Те Типа Самим По Теории Просто Ошибка В Переводе Возможно А может Не в Переводе А может Просто Механика Нереализована То есть Единственный Способ Поднять Деньги На торговле Это Покупать Товары В одном Городе Продавать В другом Городе Другого Способа Почему я Не займусь Дальше Прокачкой Торговли Немножко Вам Объясню Видите У меня На данный момент Ускоренная Прокачка Торговли Х5 Максимальный Навык Торговли Может быть Прокачен Вон Тридцатый Если мы Качнем Социалку До Десяти То есть Чем дальше Тем Скорость Прокачки Будет Ниже Падать То есть Типа Когда мы Доберемся До навыка Допустим Двести Шестьдесят У нас Будет Скорость Х2 Х3 То есть Мы За стрим Качнули С вами Всего Лишь Одиннадцать Очков Торговли Всего Одиннадцать Очков Торговли То есть Грубо говоря Если мы Будем Качаться На левеле Двести Семьдесятом При таком Же Ну скажем Параметре У нас Х Упред до Одного То есть Нам придется За часов Десять Возьмем Максимум Одиннадцать Двенадцать Очков То есть Достигнуть Этого Перка Невероятно Трудно Это Очень Долго И я думаю Что я не буду Вас мучить на стриме Бегая по кругу Занимаясь Торговлей Мы это будем Делать Вне стрима А уже В следующем Выживании Когда Точнее Когда я это уже Сделаю То есть Мы запустим Та стрим Я запущу И покажу Что да как Как работает Перк Как это все Играется Сейчас пока что Этим точно Заниматься не буду Я понимаю Что это Полная жесть Мы можем Часов 20 С вами наиграть 40 даже И не пройти Тем более Уже сейчас ночью Вот там пишите Некоторые ребята Пишут в чатике Да Уже сейчас ночью Я думаю Давайте На этом мы закончим Сегодня немножко поиграли Почти 3 часика Покатали в Mountain Blade Подрались И наемниками побывали И узнали Как работает в деталях Система наемников Что чем больше у вас влияния Тем больше у вас зарплата Наемника Что Грубо говоря Можно выходить Без последствий С королевства Даже если вы наемник Вы ничего не теряете Но если вы Очень управленный наемник По теории Наберете очень много влияния Есть шанс Возможно принять Даже в голосовании Участие Но я не уверен Это только теория Просто я не знаю Кто способен Набрать там Под 100 очков влияния Или под 200 очков влияния Во время Того Как вы наемник Это очень тяжело сделать Я сам Бегая Делился едой Бегал И набрал Очень мало очков Влияния Окей ребятки Всем спасибо За просмотр Спасибо ребята Кто поддерживал Нас сегодня Это вот Алифа Санджа Человек Доги стайл И те кто подписался Также вам спасибо Думаю что увидимся С вами через часиков 15 На этом же канале После обеда Приходите Я думаю будут интересные игры Также не забывайте Посещать ютубчик Писать комментарии Потому что На ваши комментарии Мы их читаем Мы отвечаем Если там бывают Какие-то интересные Вопросики Или типа того Поэтому Заловьтесь Подписывайтесь Ставьте лайки Увидимся скоро Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok